Уважаемые жители Раменского городского округа, в целях дальнейшего нераспространения новой коронавирусной инфекции в Московской области и в Раменском городском округе принимаются профилактические меры, одной из которых является режим самоизоляции для граждан, которые находятся в зоне риска. Это все жители старше 65 лет. Поэтому, уважаемые ветераны, я очень искренне к вам обращаюсь отнестись со всей серьезности к этой профилактической мере со всей ответственностью. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своих близких. И все-таки вот в этот режим, в этот период с 26 марта по 14 апреля воздержитесь от посещения каких-либо мест, где массовое скопление людей возможно. От посещения публичных мест, от посещения управления социальной защитой населения и учреждений социальной защиты населения. Мы работаем, мы не ушли на карантин, наши сотрудники работают, поэтому вы сможете с нами связаться, если у вас будут какие-то вопросы по линии социальной защиты населения. Вы можете нам звонить. Телефоны горячей линии вам известны, но я еще раз их продиктую. Телефон горячей линии Раменского окружного управления социальной защиты населения. Это 8 925 296 69 50. Второй телефон горячей линии 8 916 083 25 84. Вы можете обращаться к нам в письменном виде. Вы можете попросить своих молодых соседей или родственников молодых, которые придут, принесут к нам в управление наш почтовый ящик, ваше письменное обращение. Вы можете обратиться к нам посредством электронной почты. Адрес электронной почты тоже будет опубликован. Вот сейчас вы его увидите на экране, но я его продиктую. Рам 5049 собакамосрек.ру. Единственная просьба, когда вы к нам обращаетесь по электронной почте, пожалуйста, пишите свои контактные данные, фамилия, имя, отчество и свой номер телефона. Имейте в виду, что тот обзвон, который проводится в течение вот уже двух недель, включая субботу и воскресенье, проводится по поручению губернатора Московской области, сотрудниками Раменского окружного управления социальной защиты населения, сотрудниками учреждений социального обслуживания. Нам помогает, и спасибо большое, сотрудники администрации Раменского городского округа, представители уполномоченного по правам человека другие учреждения, организации. Мы обзваниваем по поручению губернатора всех граждан старше 60 лет для того, чтобы выяснить всю ситуацию, которая складывается у вас в семье. Необходим ли вам вызов врача, необходима ли психологическая помощь. Может быть, кому-то необходима доставка продуктов первой необходимости, доставка товаров первой необходимости за счет ваших личных средств. Тогда мы подключаем волонтеров для того, чтобы они к вам пришли и купили за ваши личные средства и принесли вам эти товары первой необходимости. Лекарства по рецептам врача. В пользу случаем хочу поблагодарить всех волонтеров, которые нам оказывают помощь, которые готовы днем и ночью оказать вот эту оперативную помощь вам, уважаемые наши ветераны. Мы начали по поручению губернатора Московской области выплату материальной помощи тем гражданам, которые находятся на режиме самоизоляции. То есть гражданам старше 65 лет и гражданам, которые имеют хронические заболевания по спискам Министерства здравоохранения. Первая часть, полторы тысячи рублей, уже пошла многим гражданам на их расчетные счета. Мы это видим по нашей электронной базе. Вторая часть, полторы тысячи рублей, придет уже по окончанию режима самоизоляции. Те граждане, которые получают у нас меры социальной поддержки через почтовое отделение, через службу доставки, вот эти денежные средства придут в начале апреля. Продуктовые наборы тоже предоставляются. Это силами Московской области, силами администрации эти продуктовые наборы развозятся, но они предоставляются бесплатно гражданам, которые являются одинокими и малообеспеченными гражданами, у которых нет родственников. Также мы обзваниваем не только граждан старшего возраста, но и многодетные семьи. Поэтому, пожалуйста, тоже у нас бывают звонки и обращения. Многодетные семьи мы также обзваниваем, обзванивает служба, наша участковая социальная служба, также с теми же вопросами, какое самочувствие, какая необходима экстренная помощь. И если семья является малообеспеченной, нуждающейся, им также будут эти продуктовые наборы бесплатно доставлены. Наши сотрудники представляются, называют фамилии, имя, отчество, говорят, от какого учреждения они звонят, оставляют контактные телефоны для обратной связи. И ни в коем случае не предлагают никаких дорогостоящих лекарственных препаратов, никакого медицинского оборудования. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, берегите себя, берегите своих близких, соблюдайте режим самоизоляции и будьте здоровы.